Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить», факты, комментарии и мнения по поводу событий, которые произошли сегодня или накануне. Коротко о главных темах. Опять взялись за наши годы. Российский министр финансов намекнул, что пенсионный возраст в стране все же надо повысить. Даешь детсады. В 2014 году в Рязани планируется ввести как минимум три новых детсада. Администрация города объявила конкурс названий. Начнем с Гайдаровского форума, который проходит на этой неделе в Москве. Его организаторы позиционируют события как одно из крупнейших на международном уровне. Проводится форум с 2010 года в память его Егоре Гайдаре, который стал идеологом российских реформ 90-х годов. Ну, мнения об этом человеке существуют самые разные, иногда крайне противоположные, но сейчас не об этом. Тем более, что несколько лет назад экономист Гайдар ушел из жизни. Так вот, на форуме уже прозвучало немало оригинальных, спорных, а то и тревожащих общество высказываний. Например, слегка удивил российский премьер Дмитрий Медведев. Выступая перед участниками проекта, он сказал следующее цитата. «Хочу отметить, что эти наши сегодняшние проблемы, на мой взгляд, не являются результатом ошибок прошлого. Во всяком случае, их было не так много. Напротив, это скорее следствие успешной реализации экономической политики последних 10-12 лет, которая и позволила нашей стране совершить рывок вперед, подняться на иную качественную ступень». То есть, надо понимать, что страна слишком уж хорошо управлялась и развивалась, а экономическая политика реализовывалась так успешно, что даже проблемы появились. Мудрено как-то, ничего не скажешь. А вот растревожил умы россиян министр финансов Антон Силуанов. В рамках Гайдаровского форума он взял, да и призвал всех вернуться к обсуждению пенсионной реформы и все-таки рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста. Это при том, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял, в том числе и в последнее время, что в стране нецелесообразно повышать пенсионный возраст. Так что министр как-то сказал «не очень в струю». На том же форуме коллега Силуанова, министр труда и соцзащиты, высказался против повышения пенсионного возраста, потому что продолжительность жизни в стране пока низкая. В 2012-м средний россиянин едва дотягивал до 70-ти, в году 2018-м нам отводят в среднем 74 года жизни. Сегодня мы обратились за комментариями в местное отделение пенсионного фонда. Что же там думают по поводу высказываний главы российского Минфина и возможного повышения пенсионного возраста? 30 декабря 2013 года был принят федеральный закон о страховых пенсиях. Сегодня этот федеральный закон идет под номером 400. В этом законе сохранен возраст выхода на пенсию. То есть женщина будет иметь право выходить на пенсию с 55 лет, мужчина – с 60 лет. Сегодня к малышам из Рязанского детсада номер 84 приходили сказочные персонажи и давали представления. Причем сами артисты тоже еще недавно ходили за ручку в сады, а теперь учатся в 25-й школе. Такое творческое шефство школьников над детсадовцами продолжается уже 6 лет. А началось оно исключительно по инициативе доброй воли учителей и ребят из 25-й школы. На празднике была Оксана Тебенихина. В детском саду номер 84 состоялся концерт, посвященный новогодним праздникам. Актерами выступили пятиклассники из 25-й школы. Неотъемлемые герои торжества – Дед Мороз, Снегурочка и непревзойденная Баба Яга – отыграли свои роли так, что легко можно сделать вывод – дорога ребятам прямиком в школу Табакова. Малыши никак не могли найти себе место в ожидании сказочных героев. И эти их ожидания, несомненно, были вознаграждены. И целая пьеса в стихах никого бы не оставила равнодушной. А вот и я, бабусечка-ягусечка, красотучка. Чем вам не Снегурочка? Мне каких-то 300 лет всего-то. Мне пожить, повредничать охота. Воспитатели и преподаватели считают особо интересным то, что школьники налаживают прямой контакт с малышами. Загадки, головоломки и, конечно же, активные групповые игры – все это способствует развитию смекалки и коллективного мышления. Двумя словами – дело полезное. В общем, прощаться ребятам с артистами – ох, как не хотелось. Благо, в скором времени будут новые праздники и новые концерты. А это значит, что совсем скоро состоится встреча юных, старых друзей. Когда старшие дети общаются с младшими, а над ними витает муза и создается атмосфера добра и радости, ну что может быть лучше? Еще один детсадовский сюжет продолжает программу, но его временной вектор определяется понятием «ближайшее будущее». Сегодня начальник городского управления образования Виталий Еренькин рассказал нам о проекте по народному конкурсу названий для новых детских садов, которые должны открыться в Рязани в 2014 году. А затем корреспондент программы Глеб Галушкин поехал проверить, как сейчас идет строительство новых садов. Все вместе сложилось в репортаж. На недавно объявленный администрацией Рязани конкурс названий для трех новых детсадов горожане прислали уже более 20 разных вариантов. Действительно это, на мой взгляд, интересно, когда жители города принимают активное участие для того, чтобы выбрать название «трем детским садам». 14-го числа некто Ирина слала название по улице Кольная детский сад «Умница», по ДПР-5 от Васильевский переулок дом 1 «Малинка». Но есть и другие интересные названия – «Божий коровка», «Львенок» и так далее. В микрорайоне Кольное, рядом с 73-й школой, сейчас идет внешняя отделка здания. Рабочие обкладывают детсад утеплителем, а в некоторых местах фасада даже облицовочной плиткой. Садик рассчитан на 200 детей. Работа полным ходом ведется и в новом детсаду в микрорайоне ДПР-5. Здесь также, как и в Кольном, планируется оборудовать детский бассейн. Кстати, уже сейчас в недостроенных пока детсадах назначены заведующие. Как считают в городской администрации, такой контроль со стороны профессионалов положительно скажется на строительстве и отделке дошкольных учреждений. А детсаду на улице Горького предстоит масштабная реконструкция и благоустройство прилегающей территории. Это полностью новые два детских сада, которые в рамках планирования территорий этих двух микрорайонов давно уже были запроектированы, но построены благодаря средствам федерального бюджета и областного. Но начали строиться в прошлом году, в этом году эти детские сады уже примут детей. Третий детский сад на сегодняшний момент – это бывший детский сад номер 111, расположенный на перекрестке улицы Есенина и Горького. Ранее он принадлежал Ростелекому. В конце прошлого года мы с Ростелекомом, соответственно, у Ростелекома это имущество забрали. И в этом году планируем детский садик привести в порядок. То есть это работа по утеплению фасада, проведение ремонта внутренних помещений для размещения групп благоустройства прилегающей территории. Ну и он готов будет разместить порядка 120 детей. Конкурс названий для новых детсадов продлится до конца февраля. По его итогам комиссия определит победителя, авторы лучших идей получат призы от городской администрации. Свои предложения можно оставлять на сайте администрации города Рязани, портале прорязань.ком, а также сайте информационного агентства «Семь новостей». Напомним, организаторы конкурса названий детсадов просят уточнять, для какого именно садика оно предлагается, а также указывать телефон или адрес электронной почты для обратной связи. И последнее на сегодня. Сегодня, как известно, главные по крещенским иорданиям с технической точки зрения, а это специалисты регионального МЧС, определили, что рязанцы пойдут окунаться в прорубь на Ореховом озере. В этой связи мы решили разузнать, а какая же погода придется на крещенские праздники. Заждавшаяся своего часа зима активно взялась за работу. Сегодня погоду на территории Рязанской области определяет циклон, сместившийся с районов Южной Европы, который обеспечивает достаточно теплую и снежную погоду. Снег продолжит идти и завтра. Градусники покажут от 9 до 14 градусов мороза. В настоящее время в городе работает из числа муниципальных предприятий порядка 90 единиц различной техники. То есть это и пескоразбрасыватели, и самосвалы, и бульдозеры, и щетки, которые работают по тротуарам и по паркам. В ночь планируем также увеличить число, как минимум, до 120 единиц. Уже в пятницу погода начнет меняться. В пятницу уже антициклон начнет смещаться на восток, уступая место холодному антициклону. По юго-восточной периферии этого антициклона на территорию области начнет поступать еще более холодный воздух. При ночных прояснениях температуры, при отсутствии ветра, морозы усилятся и увеличится суточный ход температуры. Обойдется в эти дни, то есть в ближайшие выходные, в субботу и воскресенье без осадков. По предварительным прогнозам, в субботу ночью минус 13-18, днем от 10 до 15 градусов мороза. В воскресенье ночью минус 15-20, днем минус 11-16. Словом, успехи зимы закрепятся настоящими крещенскими морозами. Которые продержатся как минимум до 24 января. На сегодня все. Завтра мы по традиции подведем главные информационные итоги уходящей недели. А пока хорошего всем вечера и полезного для здоровья отдыха. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова